Приветствую вас, Артём, если это ваше настоящее имя. Вы знаете, я думаю, что у вас достаточно неплохие шансы быть с этой девочкой, я думаю, что у вас достаточно неплохие шансы быть с ней вместе, потому что, в принципе, ну, она вроде бы своим поведением дала понять, что вам она неравнодушна, да и человека, с которым она живёт, она не любит, а просто уважает, потому что он ей помог. Она ещё могла. Вот. Но, на мой взгляд, есть опасность именно в том, что вы можете всё испортить, вы можете всё испортить своими страхами, своими переживаниями, своим дёрганым таким, к сожалению, поведением, когда девушка просто будет вас обеспеченивать. Кроме того, мне показалось, что она воспринимает вас, скорее, как сексуальный объект, потому что, ну, два случая страстного секса и после этого, соответственно, отдаление, да. То есть, либо девушка действительно боится близости, у неё тогда психологическая травма, с которой вы не справитесь, с которой она должна справиться сама, ну, просто всего того, что это её проблема. Либо она вас использует. И мне кажется, что вам оптимально для нас будет сейчас, это просто меньше... Меньше не общаться в интернете, как правильно моя коллега сказала, больше случая для неё поступков, но только тех поступков, которые не вызывают у вас какие-то какие-либо ожидания, да, то есть делать нужно только то, только то, что не вызывает у вас каких-то серьёзных ожиданий, то есть очень важно, чтобы вы не ждали чего-то от неё, от девушки, для себя, да. Вот. И чтобы это были какие-то действия, но не связанные с сексом, то есть как раз-таки вот сексуальные отношения, я рекомендую вам немножко взятомазить, потому что не хотелось бы, чтобы ваш партнёр воспринимал вас, ну, только как сексуальный объект, то есть всё-таки я полагаю, что и вам было бы лучше, приятнее, если бы девушка воспринимала вас, ну, больше всё-таки с духовной стороны, в том числе с духовной стороны, а пока этого нет. И вот мне, собственно, видится, что это одна из самых таких серьёзных проблем для вас. Потому что, как вы себя можете обесценить, и обесценить достаточно сильно. В остальном, в остальном, действуете вы верно, только мне кажется, что вы не уверены в себе. Вот. В остальном, мне кажется, что вы сомневаетесь много. Вот. И меня настораживает то, что вы пишете про любовь, то есть вы говорите, что вот я её люблю, но... не знаю, нужна ли ей моя любовь. А здесь вот я вынужден констатировать следующий факт, что если вы хотите, чтобы ваша любовь была нужна, то это не совсем любовь. Это скорее, ну, либо влюблённость, да, либо... какая-то потребность... человек. Потому что любовь, она, условно говоря, не должна быть нужной, именно нужной. Любовь именно нужной, любовь быть не должна. То есть любит не потому что это нужно, а просто потому что, вот... Ну, это чувствуешь. И всё. По факту. Поэтому тут вот очень важно рассмотреть, как вы для себя эту самую любовь понимаете. Вот, на мой взгляд, понимаете, вы несколько искажённых. Вот, ну и вся эта история про... Решение, да, про какую-то... про какие-то выборы, про то, что вот я должна сделать выбор между... между, там, одним человеком и другим. Это всё, на самом деле, очень по-детски, по-реальному. Тут никакого, никакого реального наполнения за этим нет и быть, в принципе, не может. Вот. Почему не может быть? Да потому что человек, как правило, знает уже всё. Он знает, какой выбор, как бы он делает. Он это знает. И если девочка так себя ведёт, значит, она либо хочет-хочет проверить вас, то есть проверить, ну, проверить... Ваш настрой... По отношению к ней, например. Либо вы ей всё же не симпатично настолько, чтобы ради вас она меняла... Какой-то свой привычный образ, к примеру, жизни. Вот. Это... Безусловно, неприятно. Вам, я понимаю, даю себе вот насчёт. Вот. Но, тем не менее. Поэтому... Сейчас будет лучше, если вы... Ограничите... Немножко... Ну... Свою активность... Какую-то, да. Немножко... Вот. И больше... Вниманию... Уделите, ну... Себе. Вот. Сограня... Сограня... Свою активность. А... Нужно... Ну, что-то делать для неё... Что-то делать для неё... Нужно. Вот. Вот. Но только... Вживую и... Только... То, что не порадает ваших ожиданий. Вот. А... С тему секса вам нужно... Немножечко... Притормать. Вот. Чтоб это не свелось просто... К сексуаль... К сексуальным отношениям. Вот. То есть, я просто не думаю, что это то, чего вы хотите для себя, на самом деле. На этом всё. Я надеюсь, что... Мой ответ... Вам... Помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Если вы сделаете лучшим мой ответ. Вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. На автопе куйчобам départ habr будет почти тысячать месяц. Продолжение следует...